Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суток Почему я не снял? Ладно, неважно Всем доброго времени суток, чехол с микрофона не снял почему-то С вами Слипчик Евгений Леонидович, он же Слип Сам Вайл И здесь у нас комплексити против Bad News Bears Большие... Почему большие? Медведи плохих новостей Медведи плохих новостей это вот когда в магазин идёшь, а там хлеба нет Вот это медведи плохих новостей И как мы... Ну, если шутки в сторону, как мы видим Медведи плохих новостей, это ребята, которые, соответственно, здесь шиноби, например, тренер Одной из команд в Северной Америке был Если мне память не изменяет, а память мне в этом случае уж точно не изменяет В ESL Pro League ребята пытались троить, ну, собственно, на проход ESL Pro League, естественно, не особо получилось в своё время Митч ещё известный здесь игрок Питер Известный игрок Питер, который тоже в своё время играл Кстати, если память не изменяет, опять же, в комплекте в своё время К слову, тоже играл, правда Вот это вот реально давно, прям реально прям давно Ну да ладно И вот против Холов играют Хола сменили свой логотип на звезду Но вот в живых остаётся Рики только, у команды комплексти Минусует крэшится ещё в голову, прям ставит плюшку И до свидания Интересные у нас здесь истории получаются Я, кстати, напомню, что это Best of 3 серия, так что здесь потенциально может быть три карты Если медведи плохих новостей соберутся, но, естественно, неизвестно Соберутся они или нет Потому что пока что непонятно ничего Какова сила этого микса Командой называть это, наверное, очень сложно Ну, в хорошем смысле командой Поэтому как раз в хорошем смысле командой я называть и не буду Ну, если что-то получится, ребят, то, конечно же, мы посмотрим Ну ладно Это всё такое У комплексти вот вардом, кстати говоря В качестве тренера Как мы видим У Bad News Bears, соответственно, тренера нет Ну да ладно Это всё такое А самые классные, самые сочные, дорогие друзья Наш генеральный партнёр данной трансляции Это париматч Не забывайте, что с ним играют они А выигрываете вы Если, соответственно, будете участвовать в соответствующих активностях Если в вашей душе так угодно Например, соответствующих активностей касаемо данного матча Допустим Или, допустим, данной карты Между вот этими двумя коллективами Ну, тут фаворит, наверное, очевидный Тут особо разглагольствовать не стоит На париматче 7.50 На Медведей плохих новостей 1.07 на комплексити То есть Наколов коэффициент такой, что Сложно вообще представить Здесь что-либо Шазам 3 кило делает 4 Почти есть, кстати А мог бы ещё и Исуку поставить Но Дев добивает оппонента Шиноби У самого Шазама, по сути, Ису крадёт Потому что Шиноби Шазама убил Вот, так что коэффициенты сложные То есть 7.50 коэффициент Это, соответственно, коэффициент Такой На большую надежду, что ли Я бы его назвал То есть это если Комплексити Практически, наверное, вообще Перестанут играть Ну, то есть это таким образом Наверное, должно быть С другой стороны 1.07 коэффициент Команда комплексити Наверное, достаточно Маленький в каком-то смысле Но Bad News Bears Наверное Практически в любом Случае Ну, в смысле Не так я, наверное, предложение Поставил Не в любом случае А в каких-то Совершенно безумных вариациях При каких-то Совершенно безумных параметрах Могут даже выигрывать Эту серию Просто потому что То есть это Мне кажется Технически абсолютно невозможно Но Как обычно это бывает Просто потому что Почему бы и нет Но коэффициент Настолько огромный Что По сути даже Непозволительно Большой То есть это означает Что Bad News Bears В 99.999999% Случаев Не выигрывает Ничего В данной серии Так что Вот такой вот матч У нас сегодня То есть Исключительнейший фаворит И такой же И такой же Исключительнейший Аутсайдер Давайте давайте На раунд посмотрим Первые два раунда Прошли довольно быстро Под диктовкой Команды Комплексити В третьем раунде Питер уже пал Смертью храбрых Bad News Bears 4 калаша остается Гранат нет вообще На сухую выходить Достаточно глупая история Шазам Соответственно В библиотеке Уже смотрит проходку Скорее всего Будет закрывать Всех тех Кого здесь найдешь Крыша Между прочим Шазам вообще-то Не закрывает Забавная история То есть вроде Вроде читал Вроде ждал Не получилось Сприт на Б При этом Офф тайминговый Банан Рикки Рикки сейчас В ухо получит Рикки походу Слышит оппонентов Которые там бегут Да-да-да Слышит шаги сзади Понимает Что я возьму Со всех сторон Получает в итоге В ухо В итоге Сиг там остается На приемке Планта Бомба подбирается Человек сразу берет Бомбу в руки Типа хе-хе Я ставлю бомбу В комплекте Выигрывает ренд Потому что У команды Bad News Bears Кончается время Даже с учетом Бесплита Даже с учетом Того-то Что они действительно Практически захватили Этот плент В принципе Даже с учетом Вообще-то Всех Вводных параметров То есть Все водные параметры Сейчас были За Именно команду Bad News Bears Ну потому что Реально неплохо Шазаму Удалось Вскрыть лицо И там Можно было Разбежаться Более-менее Что-нибудь сделать Интересное Но не получилось Вот в этой серии Предположительно По крайней мере Совершенно Не обязательно Но предположительно Вот такая вот Петрушка Будет продолжаться На протяжении Двух-трех карт Очень Сложно Поверить Что будет Например Три карты То есть Мне кажется Что это Ну совсем тяжело То есть То что Bad News Bears Выигрывает Какую-то Карту Это Просто Просто Микс Стратегии Вряд ли Именно Пабового Формата Потому что Шиноби Все-таки В свое время Тренером Был Одной Американской Команды Американской Команды Скажем так Си кстати Тут на Б-планете Уже Принимает Вместе с Рики Вдвоем Распечатывают Все атаку Или запечатывают Как удобно вам Запечатывают Обратно В таком Случае Ну вот И в общем Три карты Наверное Не будет Здесь предположительно Или крайне Маловероятно То что они Вообще Должны Быть Ребята Уже Карты Опять же Побанили Ну До начала Серии Конечно же Это пик Bad News Bears Не очень Произносимые На самом деле Название Команды Что-то путаюсь Я постоянно В нем О тут еще Комплектики стали Дико-дико Поджимать Мидл Оказывается То есть Настолько Много смелости Станислав В себе Нашел Еще и Дев стал Поджимать Ну то есть Это вообще Какое-то Какое-то Куролесиво Пабовое Пошло Скорее всего Колы Не могли бы Себе позволить Такую историю Практически В любом Из возможных Раундов Но решили Позволить Это сейчас Зачем Я не знаю То есть Ответа на этот вопрос На самом деле Вообще особо нет Рики здесь Перефармливает Одного оппонента Питера еще Сейчас добьет Не больше Господи Иисусе Боже мой Пожалуйста Родите меня Обратно Что делается Спасибо Рики Перефармливает Еще одного Оппонента В плане Спрея И Всекает Пятый раунд За команду Комплексити Что вообще Раунд Классный На самом деле Честно вам признаюсь Тотальные ошибки По Сбросу Позиционного Преимущества От комплексити То есть Люди просто Ставят белые флаги И типа Пацаны Мы идем Вам сдаваться Берите Но Пацаны Не берут Потому что Не получается Физически Но никак Даже с учетом Того Что комплексити Сами Куролеситы Ошибаются Вот такие Вот такие вот Истории Здесь У нас Происходят В общем Пабовые стратегии Наверное Тактики будут От Бэднюсберс Предположительно Скорее всего Потому что По другому Походу Никак Особо Не получается Я хотел Скажем так Дать Больше Кредит Доверие Шиноби Например Потому что Все таки Человек Тренировал Команду Но маленький Смог попадает У дефа Здесь не совсем Удобно Для него За Столбом Правда На патио Стоит Так что Ему Более-менее Нормальный Здесь В порядке Человек Станислав Наверное Имеет хорошую позицию Сейчас будем смотреть То есть Одна из самых важных При забеге на шорт По крайней мере Потому что Деф точно отъедет Он там Агрессивно стоял Станислава Стрельба Не получается В таком случае Шазам Бомба падает Меч и Питер Остаются вдвоем Шазам Не разобрался Немного По стрельбе Но Станислав Все еще имеет Основную позицию На самом деле То есть Именно не снайпер Не шазам Там не кто-то еще А именно вот этот человек Ну вот этот человек Только один килл сделал Но Даже какое-то внимание Вроде на себя отлег Так что Вроде как И все в порядке Ну вот Какое-то кредит доверия Хотел бы я Выдать Шиноби Но кредит доверия Шиноби выдать Не особо получается Потому что Мы видим что По тактикам Особо не получается Собственно Bad News Bears То есть Это такой вот Полупрошный Ну вообще Это прошный Микс Наверное Но Не знаю По-моему Он не особо работает Нормально Кстати Рики С Сиком Подожглись Но Сик Все равно Довзорвал Шиноби Опять Между прочим Опенфраг на нем И в этом раунде тоже В исполнении Комплекти Рики Подсажен На Б-вазы Эта позиция Может сработать Если не прочекают Есть варианты Чтобы News Не прочекают Естественно Никто этого не знает Но Наверное В данном случае В большинстве Вариантов Будет не прочекано Вот мы сейчас Походу будем смотреть Потому что Будет шум на планте Кстати Бомба может Вообще-то пода пойдет Что-то я не уверен То что там под б Очень много инвестиций Просто фейк Тогда под б Точнее Фейк пода Имеется ввиду Прошу прощения И выход под б Ну Люди Люди Са суди По всему Уходят Да Через Вьетнамские ходы Через Эндерпасс Ребята Пойдут Под б Ну Вазы Тогда Смотрим Здесь Рики Может нафармить Еще себе 30 тысяч Миллиардов Фрагов Прям Здесь Прямо Сейчас Давайте Давайте Глядеть Давайте Глядеть Забег Так Смог Вазы Не Не Никто не Чекает Вазы Живой Ну что Сам Уже Кстати Не Живой А Деф И Станислав Кстати Не То Чтобы Самый Лучший Клачер Это Станислав Наверное Ну не Деф Вроде Справляется И Деф Конечно Будет Потому Что Деф Есть На руках Но Седьмой Раунд За Комбейной Комплексти В таком случае Хоть Рики Сдал Позицию Но Не Особо Важно Сика Ходит Вперед По Фраг Стату 11 на 3 Играет Рики 9 на 2 9 на 5 Но Там Фраг Станислава Вообще Фраг Особо Не Хватает Но Они Когда Были Были Возможности Эти фраги Забрать Станислав Например Не забрал Эти фраги Так что Такая себе История Тоже Но Это Тоже Наверное Все Мелочи То есть Это Наверное Тоже Не Очень Важно Ну В В данном Случае Мы Видим То Что Bad News Bears При Любых Раскладах Отлетают Отлетают Постоянно То есть Стабильно Постоянно Вне Зависимости От того Что Делают Колы Как Ошибаются Колы Это Не Имеет Никакого Значения У нас Кстати Говоря Очень Ну Очень Много Я не Уверен Достаточное Количество Англоязычной Аудитории Судя по Сему Смотрят Этот Матч Но По регламенту Естественно На русском Мне Необходимо Проводить Каст Так что Я Сейчас Найду Минутку С ними Поздоровался Чтобы Людям Приятно Было И мы Продолжим Уже На Родном Языке Далее Разговаривать Разговоры Bad news bears Какие варианты Есть Да Инферно Не самая Сложная Карта Если С гранатками Нормально Распидаться Два Смока Можно Впилить Например На Большие Пески При Заходе На Пленд Третий Смок Можно Впилить На Курилку Если Необходимо На самом Деле Вообще Это На Большие Пески Достаточно Да Ладно Три Смока Короче говоря Таким образом Закрыть Полностью Большие Пески На Мало Еще Один Смочок Что Там Еще Через Лонг Молик Например На Лонг Надо Еще Вскрыть Конечно Молик На Пленд Через Скайбокс Ну и нормально Тенс Бегает Тупой Угол Умер На самом Деле Тенс Все равно Туда Прошел Не Совсем Спиду Бомбу Потеряли То есть Надо За бомбой Возвращаться Так Возвращаться За бомбой Ребята Берут Бомбу Тотальная Паника Рикки Сейчас Опорную Позицию Еще Займет С курочкой Здесь И Вот он Рикки Один На тропе Войны Слышит Людей Такой Тра-та-та Сейчас будет Смотрите Смотрите Бам Первый Пошел Бам Не Второй Не Пошел Ну ладно Перетяг Кстати Очень долгий Отколов Все Еще Два В три Правда Остаются Ребята Крэшос И Питер Погибает Сик Погибает Но Крэшос Забил Питера Бомба Питер В итоге От шазама Погиб На дотекании Шазапхан Сработал Счет Становится 8-0 Многие Кстати Нормально Сбривают Более-менее То есть Бэднис Берс В общем-то Реагирует Судя по всему На оппонента Но конечно Ситуация Очень тяжелая Для конкретно Этих Ребят Ну в общем Вот на плент Вообще Смаков Моликов Чтобы прям Уху Забежать Причем Нестандартно Даже Красиво Забежать И так далее На Б Наверное Все стандартно 4 4 флешки Пару Моликов За Б3 Один Например В темку Второй Что я еще Забыл Хелпу Церковную Отсмочить Хелпу Обычную Отсмочить Одну Флешку Под фонтан Одну Флешку Под пилар Который Около Темки Ну допустим Ну и пойдет Ну нормально Второй флешку Меж Б1 и Б2 Кстати Ну короче Три флешки Получается Все Б плент Например С гранатами Вы пытаетесь Заходить То есть Гранаты вам просто Помогают Выходите на стрельбу Потому что Надо инферно Ну на стрельбу Карта как бы Играется на стрельбу Только с гранатками Ну да ладно Шазепхан Отходит назад На Б плент Но к нему Никто не пойдет Потому что Бэтнюс Берс Решили побегать Видимо В какие-то другие стороны Здесь Ну да ладно Ну да ладно Ну да ладно Hello to all of you Who's watching The stream In Russian language Enjoy your stay here Guys And welcome But I will proceed In the Russian So Sorry for that If it's inconvenient for you Ну и кстати говоря У нас Проблема с GoTV Судя по всему Возникла Как я понимаю При этом поток сам идет И это очень плохо Видимо надо будет чинить Я надеюсь Сам поток не отъехал Судя по всему Сам поток не отъехал Ой беда Беда не приходит одна Это у меня Это только у меня Или это у кого-то Да Это не только у меня Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Так надо написать Гаутивишка отлетела Грустная история Гаутивишка отлетела Будем пытаться чинить В таком случае Буду пытаться По крайней мере Заходить На матч Ну еще раз Опять же Так как у нас аудитория Тут видимо Билингвальная Для вас На русском Дорогие друзья Я сказал И в общем И в общем продолжаем Тогда дальше Подождем Подождем Дорогие друзья Пока Пока подождем На самом деле Вообще-то Очень интересная часть матча Вот сейчас пропускается Потому что вряд ли Команды будут останавливаться Так как это все-таки Квалификации Вряд ли команды будут останавливаться И ждать Гаутиви То есть это все-таки Не лан стадия Например Так что никто Кастеров Скорее всего Ждать не будет При счете Вот Просто ради информации При счете 10-0 Бэтньюсбирс Взяли тайм-аут Вот буквально Недавно Так что там Там уже 10-0 Это во-первых Там уже первый тайм-аут От микса Вот этого Бин-Би И вот мы все пропускаем На самом деле Реально интересно Интересно посмотреть До каких-то идей Нормальных рабочих Как бы докатают Бин-Би Или не докатают Но вот Самое интересное В итоге пропускаем Да Окей Have no visuals For now Guys So It was the time-out For the BNB Mix On the score Of 10-0 So That's all information I can Get to you Так вот В общем Да Тут немножко Я забилингвальничал Пока ждем Так Попытаюсь поднять Если это вообще Будет реально Да Игры останавливаться Скорее всего Не будут Информации никакой нет Пойду хоть скорбот вам Почитаю Почитаю Что ли Если это реально Так Вот как раз Десятый раунд Прошел только что Это я про паузу Судя по всему Немножко даже Поторопился Сказать Ну ладно Так как с задержкой Еще и трансляция идет То в общем-то Все нормально Судя по всему Втроем остались Живых Ребята из команды Комплексити Под конец Десятого раунда Одну паузу Соответственно BNB поставили Ничего сделать у них Не получилось Там Мич 3 на 10 Катает 5 на 9 5 на 9 Питер Тенс Шиноби 5 на 9 Шиноби Не заметил 6 на 10 Крэшес То есть Лучший фрагстаттер Это Крэшес О котором я знаю Меньше всех Забавно Как-то Получается Шазам В ранних таймингах На 11 раунде Уже сделал Open По Питеру Питер отъехал 5 на 10 У него в итоге Так Да Пока нет Нет информации Пока Вот вы слышите На заднем плане Мои попытки Присоединиться к серверу И к сожалению К серверу Не присоединиться В таком случае Я вам поспешу напомнить Дорогие друзья Что генеральным партнером Трансляции является Понимать Играют они А выигрываете вы А также не забывайте Что на всех мобильных Устройствах есть Приложеньки есть Приматчевские На iOS Соответственно Под Apple И на Android Есть Соответствующими активностями Этих квалификации В будущем Кстати Второй стадии Пролиги Например Можете ознакомиться И соответствующими КФами Конечно же Тоже На этот матч Я напомню КФ 1-0-7 Без изменений 7-50 На БНБ Так что тяжело Здесь комплект Здесь все должны 2-0 закрывать По-хорошему Если честно По-хорошему Но посмотрим Ждем Пока Пока ждем 11-0 Пока что Вон я вижу вопрос На английском В чате Как я думаю Кто там будет закрывать Пока 11-0 Дорогие друзья Мы still Have some Technical issues Для сейчас Я просто Can Like Transfer To you Скорбот Обязательно Скор 12-0 Комплексити Will win This map И Maybe The second One As well Так что И Сказал я Нашим Англоязычным Товарищам Значит Зрителям То что Скорее всего Колы победят И на первой карте В общем-то И на второй Вот такая вот история Вообще С Визуальными На самом деле С визуальным Подтверждением Было бы Конечно Интересно То есть Я для вас С удовольствием Были покастил И вот Англоязычная Аудитория у нас Здесь забежала Тоже посмотреть Тоже можно Им Как бы Вставить Чтобы не грустили Пару фраз Ребята Порадовались бы Наверное Слышав Как бы Понимаемый Родной для них Язык Но Вот Как-то все Прям Совсем не очень Совсем не очень Пошло Так что Ждем Так что Все еще Ждем Еще Две Бестов Три серии Сегодняшней ночью Будут Чуть попозже В полночь По Москве И В три ночи По-моему Если я правильно понимаю Оно по-моему На час сдвинулось Должно быть вроде В 11 вечера Но вот в полночь И должно быть вроде В 2 ночи Но в итоге в 3 То есть что-то такое Ну либо я как бы Плохо Плохо прочитал Сегодня утром Когда Собственно Матчи у меня Так что Может быть Моя проблема Да И последний Замыкающий На сегодня Это три ночи По Москве Довольно поздно Довольно поздно Получается Северная Америка Играет Но Это Северная Америка Так что В принципе Все Все очевидно Да Видимо Матч действительно С Плюс 8 О У ТВшка встала Только Только не видно ничего К сожалению В смысле Она вроде работает Но пока На экране ничего нет Так что пока ждем Мы может быть Пропустим А правда 16-0 А Первый раунд За БНБ Походу Мы пропустим Первый раунд За БНБ То есть Вот у меня Есть скорбот Но это же Неинтересно Тенс Под флешкой Меча Вместе с Крэшесом Убил Шазама И Станислава Вот где-то Вот я не знаю Где Да Это первый раунд Походу 12-1 счет Крэшес Пострел бом А Тенс Забил Рики Рики Самый последний Судя по всему Уживал Вот интересно Именно как Кто Куда Пошел Что Сделал Ну Просто вот Что можно Из этого матча Достать Интересное Ух ты Тут у нас Пик-пик Но ничего Не происходит Ну ладно Бывает В жизни все Бывает Такое тоже Да 1-12 1-12 Дорогие друзья Окей И То есть И ваша информация Еще раз У нас 12-1 Нашим англоязычным товарищам я также передал Чтобы не грустили Потому что англоязычного каста походу нету вообще в принципе То есть вот я единственный человек который мог бы составить как бы аудиальный фон и визуальный тоже этого матча и не получается Ну по факту Вот это вот Вот это реально грустно Мне прям Грустно становится от таких мыслей к сожалению Раз уж квалификация Раз уж Такая Прям даже серьезная ответственность Я бы сказал Что прямо не только на нашу аудиторию И еще на то И вот И вот никак Так Пока Пока никак Дорогие друзья Судя по всему А вот Может быть А может быть и как Сейчас Только Только информация новая дотекла Ладно Давайте Давайте будем смотреть Сможет ли что-то получиться На нас с вами Или Не очень 13-1 То есть матч скоро-скоро будет заканчиваться Уже судя по всему Карта загружается Надеюсь что Визуальная информация так же Ой да О-о-о-о-о-о-о-о-о Вот это да Окей Окей Погнали Погнали Суновьи врывает в стройку Рики Палз на этих храбрых Сик отвечай 4 на 4 Боевая ситуация На Б Очень А что так медленно Ребята 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 Пожалуйста Быстрее Вы пропускаете Все вообще, по слэшку врывается стик Под свою походу, как я понял Непонятно по чью, кстати говоря Тут еще и анимация лагает, господи Иисусе, пожалуйста Питер убивает оппонента В итоге 3 на 3 боевая ситуация Бэднус Берс поставили бомбу И даже есть какие-то позиции плюс-минус Потому что есть банан с бананом С кафелем как бы можно работать При удержании бомбы Это в 13-й, 14-15 раунд А последний получается Ну, значит, надо ретейкать до упора Шазам и Дэв остаются вдвоем Попытаются ретейкать до упора Шазам сносит лицо Митчу Питер падает, успевают Шазаму надо, Шазаму, конечно Да, Шазаму точно успевает Вот если бы Дэв... А, Дэв уже подобрал Дэв из Киты 14-1, дорогие друзья 16-0 здесь не будет И вот у нас есть визуальная информация На самом деле буквально счастлив То, что она есть Как-то без него совсем грустно было Ну, да ладно Ну что, будем ждать Начала второй половины Первая закончилась А что там 14-1 Это, мягко говоря, очень грустный счет Тут не добавить, не убавить На самом деле особо Ну, нечего Ух Не забывайте, дорогие друзья Что самые сочные события в киберспорте Именно на Паримаче Так что ознакомливайтесь Соответствующими активностями Можно на сайте Паримаче Можно через приложения Для соответствующих устройств iOS под Apple и под Android Также есть 1.14 Вторая пистолетка Прямо здесь и прямо сейчас Кто же будет Ловким, смелым, храбрым, умелым Давайте смотреть 3А2Б По защите от BNB Пистолетку BNB могут выиграть Просто потому, что это пистолетка Это всегда реально Крешес видит оппонента Дэв вот от Питера уже пал на ребрах Нормально Шорт пытается забегать Крешес на дефолте Тут Да нормально Они даже выиграют пистолетку Скорее всего Сиг со Станиславом Наверное всех не пристреляет Станислав Он ставится в последнем Врывается в стройку на Аплент Над бомб А как ему бомбу-то поставить Они Кстати, а никак не поставить Бомба не будет поставлена Станислав Погибнет Стоять Нет, все-таки погибнет Молодец Что-то тут Не сразу заехало Команда BNB 2.14 Бомба не поставлена Форсить Смысла особо Нет А вы форсите, да? А вы форсите Ну ладно Окей Нет, ну Ну а что сказать Ну ладно Окей Погнали Форс от команды комплексти На В принципе все деньги практически Шазам 400 баксов себе оставил Мог бы Две флешки купить Команде Помогло Какая разница И так денег нет В итоге Ну Может быть Затащит и так Потому что Вообще Бывает Что Матчи Ну в смысле Матчи говорю Да и матчи тоже И раунды такие В общем-то Тащатся и так Против Четырех Фармганов Плюс Мки Тактикульный Играют Ребята из команды Кол Выбегают На Б Ну вот флешки Как раз От Шазама На 400 баксов Да Тензи Кстати Забьют Ногами Нормальная Тема Забежали В итоге На Б Очень интересно Получилось Шиноби И Питер Врывается В стройку Прикрывает Постановщика Бомбы Ребята из Команды Кол Вот что Значит Как говорится Вроде как И не Микс А вроде Как и Команда Ребята Из команды Комплексти Сразу Видно Что Тут больше Типа Пабовые Тактики Такие Чисто Тактически Раскатали Раунд Ребята Из команды Комплексти Претензий Практически Нет Они берут Этот форс Дорогие Друзья Бомбера Защитили Девцерики Тут фарминг Людей Продолжают Фарминг Людей Били вообще Все Бомбера Защитили На плейн Зашли Флешки От шазама Вот на 400 баксов Походу И не были Нужно Да кстати Фокус файер По церковной Хлпе Был По человеку Который там Выбегал Его просто Забили ногами Со слабыми Девайсами Выходя на Соответственно Сильный Девайс Ну нет Претензий Я не знаю То есть я пытаюсь Какие-то зацепки Найти Вот я особо Не могу найти Молодцы Квалы Прям хорошо Контер форс Раунд от команды Бэдньюз Скаут Райфель Один Два дегла Две чешки Давайте смотреть Чем все-таки Это все закончится В таком случае Потому что Есть вариант Что 2.16 Отлетают Бинби На первой карте Конечно же Я напомню Это Бестов 3 серия Так что вы дорогие друзья Особо далеко не разбегайтесь Мало того Что у нас Здесь Остаточные Одна-две карты Так у нас еще Еще одна серия Бестов 3 Чуть попозже И еще одна серия Бестов 3 Ну вот Третья серия Конечно Сильно позже Честно Признаюсь Но да ладно Это такое все Мелочи уже Это мелочи уже Я кстати Только сейчас Увидел аватарки Ребята из команды Бинби 3 на 2 на Б Вот надо вот Немножко к игре вернуться Ребята здесь играют По защите Все стандартно вроде бы Но опять же Контр Прошу прощения За консоль Контр фросс раунд Конечно тяжеловато Немного Здесь явно Не самое простое Что может быть Тенс Ну как-то вылез Сик очень агрессивно Его причем не убили Я замечу То есть ребята Сейчас на план Совершенно спокойно займут Так вот Аватарки прикольные Гномы какие-то Мужик в галстуке Тамада С другом Это Шиноби Видимо Вот Остался гном И Тамада Вдвоем Против 4 звездочек Ну и как мы знаем Температура горения Звезды Довольно высока Так что 4 звезды Наверное справятся С Тамадой И с гномом В итоге остается Только Шиноби Это 2.16 Дорогие друзья Такова первая карта Между этими коллективами Конечно же Будет еще и вторая Есть вариант Конечно Что будет третья Но я в этом Совсем бы Очень сильно Бы сомневался Бы С вами Слипчик Евгений Леонидович Все еще Студирую Хаб Дорогие друзья Квалификации На Кельне 2019 года Закрытые Квалификации Более того Североамериканские Мишки С белым листом Со сложенным Белым листом Против Соответственно Звездочек Ну посмотрим Кто кого Оставайтесь здесь Субтитры сделал DimaTorzok